Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, а есть ли какая-то высшая судебная инстанция по сравнению с Верховным судом. И откуда взялся этот вопрос? Зачастую человек проходит через все судебные инстанции и понимает, что он прав. И он прав по закону и по совести и так далее. Но исковые требования или наоборот его права как ответчика остаются без удовлетворения. И первая инстанцию проиграл, и апелляцию проиграл, и касацию проиграл, и касационный суд Верховный тоже проиграл. И вот здесь встает вопрос, а есть ли инстанция, которая выше, чем судебная касационная коллегия Верховного суда Российской Федерации. Дорогие друзья, у нас многоуровневая система проверки правильности судебных решений. Потому что исключить судебную ошибку в силу тех или иных обстоятельств, в силу человеческого фактора, в силу возможного злоупотребления правом одной из сторон, в силу разнообразных обстоятельств, пандемии и так далее. В общем, масса обстоятельств. Вы сами прекрасно знаете, что судьба играет человеком, а человек играет на трубе. Поэтому ситуации бывают всякие. И именно с этой целью, для того, чтобы нивелировать максимально случайность принятия судебных решений, у нас, повторюсь, многоуровневая система проверки правильности судебных решений. И она представляет собой несколько элементов. То есть, это суды мировые и суды районного, городского подчинения или районов или городского безрайонного отделения и так далее. То есть, суды первой инстанции. Вторая ветвь – это апелляционные суды. То есть, это областные, краевые, республиканские и так далее. Третья ветвь – это касационные суды общей юрисдикции. И четвертая ветвь – это касационная коллегия Верховного суда. Но поскольку там четырехуровневая система, мы берем не просто касационную коллегию, а на первоначальном этапе судью Верховного суда, которому попало соответствующим образом это дело на рассмотрение. И он решает, передавать его на рассмотрение коллегии или не передавать. И вот после принятия решения либо судью Верховного суда, либо касационной коллегией Верховного суда Российской Федерации, у нас есть пятый уровень проверки правильности судебных решений. Это так называемая надзорная инстанция. Надзорная инстанция – это пленум Верховного суда. И пленум Верховного суда – это самый высший орган, который существует у нас в судебной системе так называемых судов общей юрисдикции, ну и арбитражных судов, поскольку они были включены после ликвидации Высшего арбитражного суда, который превратился в эконом-коллегию Верховного суда. Так вот, после того, как произошло рассмотрение в касационной коллегии Верховного суда, возможно обращение с жалобой в порядке надзора в Верховный суд. Регламентирует порядок этого обращения Гражданско-процессуальный кодекс в статьях 390 со значком 1 и далее. В общем, вся 391-я, начиная от значка 1, статья. Соответствующим образом там излагаются требования к надзорной жалобе, основания, полномочия и так далее. Но и это не все. У нас также право на подачу надзорной жалобы имеют, или представление, имеют право не только лица, участвующие в деле. У нас имеет право внести соответствующее представление о пересмотре дела в порядке надзора непосредственно председатель Верховного суда, ну или соответственно его заместители. Поэтому, дорогие друзья, есть два пути для того, чтобы соответствующим образом у нас принести, внести жалобу. Либо самостоятельно подать, либо обратиться к председателю Верховного суда Лебедеву с просьбой о том, чтобы он внес представление. Но я рекомендую делать это параллельно. Соответствующим образом, дорогие друзья, мы когда об этом говорим, то здесь требования к надзорной жалобе, они повышены. То есть здесь нужно говорить о нарушениях на всех стадиях процесса, которые вы там видели, да, излагать обоснованно. Потому что надзорная инстанция, она очень досконально рассматривает дела и на какие-то мелочи там внимания не обращают. Потому что уже прошло дело через горнило всех ветвей от первой инстанции и до Верховного суда. Только какие-то исключительные обстоятельства могут послужить отмене данного решения в порядке надзора. Но иногда такие обстоятельства, они имеются просто, не все их видят. Вот это, дорогие друзья, то, что можно сказать. Но я уже не говорю о том, что возможен пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам. И, конечно же, возможен пересмотр дела по новым обстоятельствам. И, как последняя надежда, на которую уповают, это Конституционный суд, который может признать ту или иную норму в конкретном деле, неконституционной, и поломать все дело. Такое тоже бывает. Вот это, дорогие друзья, то, о чем хотелось поговорить. Если вам нужна какая-то помощь, обращайтесь всегда с удовольствием. Поможем. Удачи вам в делах.